Ну все, морда, техническая часть собрана, в том плане, что заменены патрубки, которые были лопнувшие и сломавшиеся. Поставлен ящик воздушного фильтра, поставлен телевизор, прикручиваем, чтобы посмотреть другой телевизор, чтобы посмотреть ровная морда, неровная, вроде бы ровная. Сейчас мы ее обезвоздушиваем. Вот я сижу. Включенная печь к нам максимум горячая. У нас вот 2000 оборотов. Температура не поднимается. Горячий воздух идет, температура не поднимается. Выглядит так, что с двигателем все отлично, все нормально. Останется только капот найти и одну левую пару. Все. Самое интересное, что я здесь нашла датчик эксцентрикового вала. Либо он заменил мой старый, и у него все вышло, получилось. Либо он хотел это сделать. Я не помню, я давала ему датчик, не давала датчик с собой. Но у меня тоже их штуки две, наверное, лежат где-то. Это все N42. Ну вот, одна фара уже стоит. Другой фары нет, пока не могу найти. Сейчас, наверное, поеду за капотом и за другими нормальными фарами, потому что у этих фар сломанное крепление. Тут клеила, но все равно расклеила. Здесь у меня просто заделанная дырка. Отверстие как-то так. Сейчас купили капот. Погода шепчет. Вот устанавливаем сразу на ходу, чтобы не терять времени. Потому что капот не в туринг, никуда не помещается. И что сделать так? И случилось чипет. Ну так, что случилось? Ее обезвоздушили. Все было отлично. Она рычала еще полчаса. Просто все. Супер, я думала, повезло. Отлично. Поехали за капотом. Достала капот практически по лимонаду. Ну там, конечно, ржавчинка есть немножко. Но это вообще мелочи на данный момент. И пока мы до туда доехали, масло смешалось с антифризом. У меня первый раз в жизни такое. Масло смешалось с антифризом, короче. Мы грешим на теплообменник. Потому что он был такой засранный, такой грязный. И мы грешим, что теплообменник не работает. Короче. Приключение продолжается, как говорится. Капот куплен. Капот на месте. Что мы имеем? Как я уже сказала, у меня смешалось масло с антифризом. И плюс ко всему улыбнулся радиатор. Так что приключение продолжается. Как-то уже и не весело. Ну вот, затарилась фарами, радиатором и другим теплообменником. Вот здесь какой-то начинающий шрот у нас. Поэтому цены хорошие пока что. Вот затарилась. Будем ставить на компакт. Проверять работоспособность. Прокладку для теплообменника купила. Теплообменник другой есть. Конечно, теплообменник бушный. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Он будет работать как надо. Короче, вот это была подстава, конечно. Ну что, сейчас я вам покажу последствия плохого теплообменника. Я вам показывала, насколько он был засранный. Это была моя ошибка, что я поставила его назад. И, короче, на самом деле, положу вам руку на сердце. Я понятия не имела, что он делает и нафиг он нужен. Потому что никогда с ним не имела дела. Ну, короче, сейчас я вам покажу последствия плохого теплообменника. Будете знать, как и я. Вот. Это сгущенка. Это сгущенка. Это масло двигателя, которое смешалось с антифризом. И сейчас, вернее, вчера я, по-моему, достала другой теплообменник. Мне божились, клялись, что он рабочий. Он чистый. Такой же чистый внутри, как и мой прежний. И я надеюсь, что он у меня не натворит делов. Короче, и прокладку купила новую для него. И сейчас я этот сниму, плохой, который подвёл, и поставлю другой. Вот, кстати, виновник торжества. Ну вот, сняла я это всё. Мы видим, да? Видим, этот ужас. Видим, этот, конечно, мануар. Вот, как я вам в прошлый раз показывала. Ну, кстати... Ну, не, вот. Ужас, не? Может быть, то, что он такой засранный, это не имело никакого значения. Но всё равно, мне кажется, нужно было насторожиться. Ну вот, домик фильтра я почистила. Здесь ещё немножечко, конечно, у нас вытекает жижа. Вот я жду, пока она вытекет более-менее оттуда. Буду ставить теплообменник. Снова прокладка. И надеюсь, на это мои проблемы закончатся. Ну как, ещё нужно и систему промыть? Ох, повезло. Ну, у меня не бывает всё очень легко и просто. Если бы я выкупила машину, сложила бы быстренько морду, это было бы слишком легко для меня. Поэтому жизнь подкинула мне задачку. Ничего страшного. Сейчас я выберу аккуратненько старую прокладочку. Тут наверняка... А, нет. Чик. Чик, чтобы не поцарапать корпус. Убираем прокладочку. На самом деле, вы, наверное, видели, или, может, не видели, как я ставила фильтр. А не фильтр, а теплообменник. Я даже не смотрела, есть там прокладка, нет прокладки. Хорошая она, не хорошая. Масло текло, и я быстренько хоп-хоп. Ну, короче, из-за своей спешки пришлось поплатиться. Ну, а так, мой напарник сейчас ставит блэевитый в прокладочку. Потому что у меня руки, ну, сами видите, не хочу ее замарать. Чистыми стерильными руками, детственными, ставим прокладочку. И аккуратненько прикручу я сейчас теплообменник. Третий. Первый был оригинальный, второй, который я поставила. Сейчас будет третий. Надеюсь, удачный. Продолжение следует... Дорогие друзья, сейчас у меня на данный момент остановились работы с компактом, потому что у нас начались дожди. Ташти, ташти. Вот. И что я могу сказать? За выходные, и когда я не могла быть в гараже, была промыта система. Там под напором, с водой, все как нужно быть. Жижа текла, текла. Я говорила, ребят... У меня в глаз попала вода. Ребятки, заснимите мне, пожалуйста, чтобы я могла бы выложить. Но у меня никто этого не сделал. Так что, поверьте мне, на слово, жижа текла, как во всех этих видосах, под напором. Там все было, к сожалению. Все было. Сейчас система чистая. Вот он у меня стоит. Видите, уже с другим капотом. Я его уже показывала. Да. И осталось мне заменить радик, когда у нас не будет дождей. И влить необходимые жидкости. Это антифриз. Это масло. И, по большому счету, он будет уже ездабельный. Ну, а потом уголочек сделать, да. Мы же вырезали в прошлом видосе уголочек с другого компакта. Сюда его чик-чирик. И все. И все. И можно ездить. Фары, вы видели, уже куплены. Фары поставить. И все. Так что, чисто вот косяк. Я надеюсь, это был косяк теплообменника. И здесь будет все отлично. Косяк теплообменника остановил мне всю работу. Ну, естественно, дождь, из-за которого я не могу работать. Всем спасибо, что вы смотрели это видео. Надеюсь, вам нравится. Отставляйте свои комментарии. Пишите, делитесь с друзьями. Мне будет очень приятно. Всех обняла. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...